Ом Ти Ви Юэй про головное. Бровь поднимем и Украина поймет все. Возьмем Киев. Нет, не было ошибкой вывод советских войск из Афганистана. Ты бы своего сына туда послал. Я бы послал своего сына и я туда пытался поехать сам. Я никакой проблемы в этом не вижу. И своих детей я бы и в Сирию отправил. С фенокамерой? Нет, не без камеры, с автоматом. Ну, если бы сейчас Россия не участвовала в СВО, то я бы отправился в Израиль. В ответ на оскорбление Соловьева Милухин заявил, что не знает его. Твою же ж мать, он меня не знает. У меня мурашки по телу. Я аж испугался, аж вскочил с дивана. Какой кошмар. Да нахрен ты кому, ну что ты знал? В сентябре 22-го года популярный тиктокер Дани Милухин. Это что за профессия такая? Популярный тиктокер. Это проститутка, что ли? Это кто? OnlyFans или кто там еще у них есть? Это вот кто? Вот популярный тиктокер. А профессия у тебя какая, придурок? В детстве мы во дворе, когда спорили, мы говорили так. Кто как обзывается, тот так и называется. Трендмейкер? В жопу тейкер? Ты кто, мразь? И это не случайно. Это не просто детская поговорочка и шутка. Это сволота, которая пела украинский гимн, когда убивали наших людей. Ой, нам поставили, что это говорит. Давайте сейчас. Меня почему-то ненавидит. Я не знаю, как его зовут. Этот старик. Я не знаю, почему. Этот старик. Нет, скорее всего, он просто говорит, что говорит. И поэтому он так открыто... Не думаю, что у него есть какая-то ненависть ко мне. Да есть у меня ненависть к тебе. Что за тип вообще? Это типа... Вот этот тип, который меня... Что за тип вообще? Это тип, который тебя придирает, мразь. Который считает тебя говном рода человечества. Ничтожеством. Ошибкой заблудившегося сперматозоида. Вот смысл очень глубокий в этом, психологический. Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества. И думаем, что он такой же, как и мы. И из этого исходя оцениваем его действия и даем оценку вообще. Вот кто это. Да, этот старик. В отличие от тебя, юнец прыщавый. Пальчик в жопе. Ты вообще о чем? Ребят, найдите это. Покажите вот это радостное хихиканье тупой мрази. Которая с удовольствием пела гимн Украины. С моей стороны будем... Давай. Капец. Все русские типа коверкают. Потому что, бро, я не знаю, скажи мне, объясни. Там типа еще не умерла... Ше-не, ше-не вмерла... Вмерла... Ладно. Насос. И накачивали вы, накачивали, чтобы он казался медийно важным. Журналист-расследователь Андрей Захаров задался логичным вопросом. Пропагандист Соловьев призывает отправить на войну срочников. А на каком фронте его сыновья? Чи-чи-чи-чи-чи. У телелгущего Соловьева новая любимая тема. Он теперь открыто призывает отправлять на войну срочников. Освобожденные территории становятся частью России, то по нашему закону туда же можно завести срочников. Вообще, после потери вилл на Комо Соловьев стал еще кровожаднее. Хотя, казалось бы, регулярно требует сбросить ядерную бомбу на Европу. Значит, мы должны войти в Берлин. Явно желая отомстить за потерю итальянских домов. На озере Комо. Озеро Комо! Я изучил, что делают его совершеннолетние дети. Это очень тяжелое решение. Раз он с такой страстью призывает отправить на фронт чужих детей, то и своими вроде как должен быть готов пожертвовать. По крайней мере, если он честный людоед. Я хочу медаль за взятие Вашингтона. Я не верю на слово никому, потому что они бесконечно врут. Вон боброедка Симоньян уже всего в жизни добилась. И готова пожертвовать своими отпрысками во имя дворцов Путина, Ротенберга, Ковальчука и им подобных. Просто привыкайте к этой новой жизни. Я не могу больше слушать нытье про то, что детей жалко. Детей жалко. Чем, вот в чем вам жалко детей? Итак, дети Соловьева. 34 года, Александр Соловьев. В 18 лет поехал учиться в Лондонский колледж коммуникаций на режиссера. Чтоб боялись, сволочи. Мастерство оттачивал там же, в центре драмы. После этого он стал снимать рекламные ролики в России. В компании у бизнес-партнера отца, продюсера Марго Кожижевской. Постоянным заказчиком его творчества стал Сбербанк, с которым у Соловьева-старшего был рекламный контракт. Причем подписывал его со стороны банка зять Соловьева. Нет высшей доблести и счастья для мужчины, чем жизнь отдать за родину, за товарищей своих. Я верю, что многие этого не понимают. Еще осенью 2022 года Соловьев-младший жил в Москве и давал лекции режиссерского мастерства. В поисках заказов он обновил свое видеорезюме. На мой взгляд, ну хватит уже себя дурить. Ну какой один год в армии? Ну ясно, что срок службы должен быть увеличен. Очевидно, что совершенно бессмысленная ситуация, когда люди, которых год готовили, после этого идут на гражданку. Страна воюет, они сказали спасибо, до свидания и пошли на гражданку. Это по 140 тысяч каждые полгода, да? Да. Ну как это возможно? Эти 140 тысяч сейчас были бы принципиально важны. Обученных раз и во-вторых экипированных два. Обученных, слаженных, готовых на свои техники, которые могут решать реальные задачи. Подчеркиваем, осень 2022 года. Путин объявляет мобилизацию. Но Соловьев-младший, тот что режиссер в «Добровольцы», не записывается, не отправляется на фронт и даже материально не помогает нашим мальчикам. Мальчишки просто погибают. Сын за отца не отвечает. Решил я и написал Соловьеву-младшему письмо с вопросом. Готов ли он снять рекламный ролик для ЧВК Вагнера под названием «Под стук кувалды». Ответа пока нет. Да, Верховный главнокомандующий сказал, мы еще даже не начали воевать. Ну, чтобы начать воевать. Мы даже армию не используем, мы срочников даже не используем. Тут же начинаются сопли-вопли. Ой, ой, срочники будут воевать. Ох, ох. Или мы что, считаем, что один раз частично мобилизация 300 тысяч и все? А воевать кто будет? Но у Соловьева есть еще один половозрелый отпроск. 21 год. Даниил Соловьев учился в Москве в частной Ломоносовской школе. В 2017 году в опросе афиши рассказывал, что любит кавку, депешмод и фильмы на старых DVD. Да как понимать? В 2001, когда его отец грозил миру войной, его сынуля Даниил подрабатывал моделью в модной столичной парикмахерской контора. Ну, всегда на войнах молодые. Ну, у нас сейчас, я все понимаю, политическая обстановка, вечная боязнь, где-то что-то. Ну, сколько ребят, которые сейчас проходят срочную службу, говорят, ну, слушайте, ну, дайте повоевать. Ну, мы полгода нас готовят. Мы можем, знаем, умеем. Наши отцы там, пустите нас туда. Представить его на фронте довольно сложно. Да и, может, в глубине души он против войны. Я спросил его. Хотя афиши он признавался, что иногда смотрит новости по телевизору. А тут и доверы в боевых комаров недалеко. Отцы воюют, а дети в армию говорят, пустите. Мы по 120-140 тысяч каждые полгода прекрасно подготовленных молодых ребят. Ну, надо как-то этот вопрос решить. Ах, что скажут матери? Матери скажут, что их сын выполняет священный долг. Такими словами, его отец недавно призывал отправить срочников на фронт. Но похоже, что Даниил и Александр Соловьевы отсидятся где-нибудь в тепленьком местечке и за ходом перемалывания российского пушечного мяса будут наблюдать по зомбоящику. Так что в армию, быстро! Щенок! То, что сейчас мы видим, украинские войска пока еще ожидаченно сражаются. Поставки вооружения с запада продолжаются, боеприпасы техники продолжаются.